Говорит Академия Росатом. Так звучит бесконечное развитие. Наш голос, как и магнетический взгляд, это могущественный инструмент, с помощью которого можно очаровать или оттолкнуть человека, усыпить его или, напротив, расшевелить. Если вы стремитесь к совершенству, если для вас саморазвитие личности и личностный рост не просто слова, уделите внимание развитию речи. Пять простых упражнений помогут решить основные проблемы с собственным голосом. Упражнение номер один. Оно позволит вам услышать, как ваш голос слышат окружающие. Внимание! К левому уху приложите левую руку, сделав из нее ракушку. Это будет наушник. Правая станет микрофоном. Поднесите ее ко рту. Громко играя со звуком, произносите разные слова и предложения. Считайте, пойте. Вы сможете улучшить свое звучание, когда будете понимать, как именно вас слышат окружающие. Это упражнение следует выполнять ежедневно в течение 9 дней по 5-10 минут. Упражнение номер два. Выполняйте зарядку для лица. Ее цель, передав основную работу губам и диафрагме, освободить горло. Произносите слоги. Кью-у-икс. На кью-у округляйте губы, а на и-икс произносите с широкой улыбкой. Повторите это упражнение 30 раз, а после, чтобы убедиться в его пользе, произносите короткую речь. При выступлениях и длительных монологах будут меньше утомляться голосовые связки, а мышцам рта будет проще выполнять команды, посылаемые мозгом. Упражнение номер три. Один раз в день по 5-10 минут громко читайте любой текст, но только без согласных звуков. Например, фраза «Упражнения для развития голоса помогут мне продвинуться вверх по карьерной лестнице». Звучать это будет так. Прочитайте тот же текст, но только уже без гласных. Произносите только согласные звуки. Голос таким образом обретет интенсивность звучания и вибрации. Понимать вас будут лучше, при этом вы не будете уставать. Упражнение номер четыре. Положите руки на солнечное сплетение и старайтесь, чтобы звуки исходили именно из области живота. Произносите любой текст. При этом надо вспомнить что-то, что вас рассердило. Выпустите гнев, широко открывая рот и четко произносите согласные. Старайтесь как можно чаще таким образом выражать свои эмоции. Гнев, грусть или радость. Голос станет менее официальным, более насыщенным и искренним. Ну, например, вот так. Ржигды, ржигды на локомны, ржигрдырр. Вот так у меня получилось сейчас. Упражнение номер пять. Стоя босиком и спокойно дыша, надувайте живот при каждом вдохе. Медленно переносите упор стопы с носка на пятку и обратно. Продолжите это упражнение с закрытыми глазами. Вы потеряете равновесие. Если ваша энергия будет в большей степени сконцентрирована в области головы, не контролируйте себя. Расслабьтесь и полностью сосредоточьтесь на стопах. Тембр вашего голоса станет богаче, когда научитесь распределять энергию и лучше чувствовать свое тело. Красивый голос может способствовать карьерному росту. И эта закономерность наблюдалась многими не один десяток раз. Говорите красиво вместе с нами. С вами была Академия Росатом.